Как правило, лето не время для начала каких-либо проектов. Вот осенью, зимой или даже весной, пожалуйста, а сейчас все отдыхают. Но не зря же говорят, готовь с Аней летом, для того, чтобы сезон, даже если он начинается в сентябре, был удачным. Пора задуматься о нем уже сейчас, как мне кажется. Накануне хоккеисты Хабаровска-Амура провели первую тренировку. На ней посчастливилось побывать и Наталья Приходько. Отпуск позади, пора приступить к работе. На сбор прибыли почти все. Здесь и бывшие морячки, и новый голкипер из пензенского дизеля Илья Андрюхов. Хоккеисты уже прошли проверку на прочность. Тест Купера – традиционное испытание физической выносливости. И теперь приступили к тренировкам, но пока на земле. В ближайшие две недели подопечных Сергея Шепелева ждет серьезный этап подготовки к новому сезону. Упражнения, тренажеры. После перерыва хоккеистам необходимо подготовить мышцы и сердце. Разнообразие в монотонные занятия вносят и спортивные игры – футбол и баскетбол. Для развития мышления. Потому что это такой же вид спорта, что нужно отдавать быстрее, открываться, как в хоккее должны играть. Потому что если, знаете, когда лошадь бегает, нужно шоры раздвигать, она бежит, чтобы не отвлекалась. А игроков должны они раздвигаться, чтобы видеть и справа, и слева. Порой тренировки проходят на улице. Июльская непогода вместо привычного зной радует воспитанника хабаровского хоккея Евгения Грачева. Долгое время спортсмен прожил в Дальневосточной столице. Но игровую карьеру начал в Ярославле в 2007-м. В этом межсезонье он перешел из локомотива в «Адмирал», а затем стал частью самого масштабного обмена в КХЛ между Приморским клубом и «Амуром». Очень рад, что так получилось. И, видимо, судьба. Так каких-то приоритетов не оставлял. Хочется играть в хоккей просто на хорошем уровне. Отрабатывать приемы на льду команда начнет уже 17 июля. Впереди товарищеские матчи со сборной Японии. Они стартуют в конце месяца. Далее спортсмены отправятся на запад участвовать в Кубке Чернышева. Наталья Приходько и Илья Цапов для программы «Настоящее время». Спасибо.